Футбольный вечер на Интере. Сегодня супер матч. Украина-Польша ровно в 21.00. Тренер нашей сборной Николай Фоменко уже назвал этот поединок вторым матчем всей жизни. Первый, напомню, был против Англии, тогда желто-синие сыграли в ничью 1-1. Сейчас победа над Польшей значительно повысит наши шансы на поездку в Бразилию на чемпионат мира. Как подготовились Харьков и сборная? Дмитрий Евчин. Об этом матче в Харькове знают все и все. Украина-Польша – ключевой поединок отборочного турнира чемпионата мира вживую. Тренировка сборной. Обычно болельщиков сюда не приглашают. Очень тихо слышен каждый удар по мячу. Вот таким бы мог быть матч против сборной Польши, если бы FIFA настояла на своем и решила проводить поединок при пустых трибунах. Не наказывать сборную за выходки фанов во Львове FIFA убедили руководство Федерации футбола и вице-президенту FIFA Григорий Суркис. Мы добились очень важной победы. Она на дистанции, которой мы оказались в цеплоте, действительно важная, с чем я всех и поздравляю. Теперь у Харькова другие заботы. Матч с Польшей отнесли к поединкам повышенного риска. Приедут инспекторы FIFA. Охрана общественного порядка во время проведения футбольного матча будут осуществлять более двух тысяч сотрудников милиции. Они уже дежурят возле стадиона с самого утра, ловят билетных спекулянтов. В кассах уже ничего нет. Вообще никаких билетов уже нет? Нет. Я понял. А когда вот их уже не стало? Сегодня? Или были раньше? Сегодня не было. Самые активные болельщики Ультрас обещают вести себя примерно. Никаких происшествий сегодня не будет ни с нашей стороны, ни с их стороны. У нас все договорено, все нормально. Фаера палить мы не будем. Все, что запрещено, мы не используем. Но фаны не хотят отказываться от красно-черных флагов. Обещают пронести их на стадион любыми способами. Это символ освободительной борьбы украинского народа. Что скажет на это FIFA не ясно, но поддержка сборной необходима, твердит тренер украинцев Николай Фоменко. На путевку в Бразилию претендуют сразу четыре команды. Кроме Украины, Англия, Черногория и Польша. Спрашивали наши коллеги, украинские, есть ли шансы. На что я ответил, шансы есть всегда, даже когда их нет. Как выигрывать у сборной Польши украинцы знают. В марте в Варшаве желто-синие обыграли соперников 3-1. Теперь очень нужно повторить этот результат. Дмитрий Евчин, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков.